Коли мы учились еще в институтах, так как частные выпускники, ралли нам не спешатся жить. Такого часу, казали, больше никогда не будет. Вернуться в студентское минулое саправды немогчимо, але и дорослое жизнь оказалось не меньше цикавым и загапляющим. С такой думкой могут погодиться, напевно, и выпускники Гомельского державного университета, а еще ранее педагогического института, устворенным при установе Литературно-Мостовском музее «Альма Матер» целая библиотека с книг, написанных в разные часы ее былыми студентами, начиная от Ивана Шамякина, которого сегодня называют летописцем эпохи. Тут же в данне уладанницы гран-при Республиканского конкурса молодых письменников Марии Малиновской и лаврата российской литературной премии Нины Шкляровой, это и она засновала первую в Украине школу молодых литераторов. Я никуда не лечила себя поэтессой, она вот у меня и верши такие есть, але потом с годами я заразумела, что это от нас не залежит, это неколь от куль, идея с неба, это не залежит от нас, верши сами приходят. Сегодня разом с математичной и физичной у Беларуси добровядомая и гумельская литературная школа, причем поэтами и письменниками у Гумельском державном университете становятся не только филологи. Выпускник факультета физичной культуры Леонид Гейштар, ведомый, як пеший олимпийский чемпион Беларуси, заслуженный мастер спорту Советского Союза и гоноровый грамотянин Гумеля, але не все ведают, что на его рахунку 5 выдаденных книг об спорте, хотя это, кажется, еще не межа, самое цикавое напереде. Решил написать книгу, и кто основал греблю, чтоб знали историю, и написал, мало оплатили ее историей. А потом еще книга, там Олимпийские игры, там я ж был в Америке, в Риме. На встрече профессионалов слова, которые в разные часы закончили Гумельский державный университет, письменники, поэты, журналисты, и они демонстрируют свои новые книги и делятся планами. За час своего основания установа подрактовала для разных сфер больше 60 тысяч специалистов. Кольки сиротых оказалось людей творческих, никто докладно не подличивал, але поддерживать таленты в университете обещают и далее. У речи мастерства в краине потребны не меньше, чем талиновитые наставники, физики и спортсмены. Они вылучаются своим таким обостренным усприниманием к свету и такусяго. И не за все для хорошего письменника потребна добрая адукация, хотя, может, выказываю и крамолу, что это нечто иншее такое. Талент, он идёт от Бога, и научить верши складать николи неможливо.